Лето – лучшая пора для оздоровления, когда можно и нужно проявить особое внимание к ребенку. Бендерский лечебно-здоровительный центр запустил специальные летние программы здоровья – детский фитнес в зале и занятия в бассейне. Также продлен режим работы ЛДЦ. Соня, Ярик, Надюша – они теперь дружная команда, занимаются детским фитнесом. Это новое направление в деятельности Бендерского лечебно-диагностического центра. На занятия приглашают детей от 6 до 10 лет. Работают утренние и вечерние группы. У нас оздоровительная гимнастика, которая направлена на профилактику плоскостопия, профилактика сколиоза, кифоза и других нарушений осанки. Также мы стараемся затронуть все физические качества. Это ловкость, гибкость, координация, выносливость, а также сила. В зале опробованы и новые снаряды реабилитации. Для профилактики плоскостопия – занятия с маленькими мячами и гимнастическими палками. На больших ярких мячах в фитболах можно растянуть мышцы и просто отдохнуть после активного занятия. А еще до чего же весело и интересно детям заниматься с таким большим и ярким мячом. Наша учительница, которая нас учит, она учит эти движения, ну, они помогают то стопе и спине. Занятия спортом полезны для здоровья, поэтому я их не пропускаю. Я стала гибкой и стала прыгучей. И мне очень хорошее настроение, и мне нравится ходить на тренировки. Я не хочу их пропускать. Занятия продолжаются в бассейне. Подводная гимнастика, архимедотерапия – не случайное название, ведь механическое влияние водной среды обусловлены законами Архимеда и Паскаля. Я не в первый раз в год. Мне очень нравится плавать. Ну, и я здоравливаю спину. И мне намного лучше становиться после этого. Эта гимнастика является одним из эффективных методов борьбы с атрофией мышц и ограничением движений в суставах. А залогом успеха этого лечения, особенно в начале, остается движение без нагрузки. Ведь в бассейне выполнять упражнения значительно легче, чем на воздухе. У нас в бассейне вода теплая, вода не хлорированная. Вода меняется каждый день. Мы бассейн меняем. И за каждой группой мы добавляем по 20-30 сантиметров чистой воды. Дети проходят у нас с медосмотром, проходят. Взрослые тоже самое проходят с медосмотром. 5-10 упражнений мы сделали, а потом они плавают. Мы и хочем и плавать, мы и хочем и нырять. Мы не хотим. Не хотим. Не потому что это время, а просто дети перестают бояться воды. В бассейне ЛДЦ работает младшая утренняя группа. В течение дня занимаются дети и взрослые. Есть целые династии. И родители, и их малыши предпочитают водную зарядку. Научился держаться на воде. Там немножко с позвоночником были проблемы. Но сейчас все налаживается. Мы ходим сюда уже шестой год. Ходим каждый день в летний период. Ребенок оздоравливается. Зимой мы не болеем. Мы это связываем только с бассейном. Медики говорят, что лечить всегда труднее, чем предупредить развитие болезни. Девизом лечебной физкультуры стал афоризм ТИСО. Движение может заменить разное лекарство. Но ни одно лекарство не в состоянии заменить движение. Не только детей, но и взрослых приглашают поддержать летом свое здоровье. Теперь прийти в ЛДЦ можно и после работы. Центр открыт и вечером. С 8 утра и до 19. По субботам с 8 до 13 часов. И что немаловажно, лечение здесь не ударит по карману. Расчет стоимости услуг проводится только с учетом покрытия затрат и расходов непосредственно на оказание самой медицинской услуги. Без учета прибыли. То есть прибыль мы от оказания медицинских услуг и медицинской помощи не извлекаем. Поэтому нам удается сохранять длительное время на доступном уровне цены относительно других медицинских учреждений. Кроме прочего, выделена большая категория льготников, которые могут получать медицинскую помощь либо бесплатно, либо с частичной ее оплатой. Пройти электросветолечение, принять ванны и массаж, сдать анализы и тут же проконсультироваться почти у двух десятков специалистов. По статистике, городской ЛДЦ за год посетило 45 тысяч человек. Здесь оказали 250 тысяч процедур. Из них каждая вторая бесплатна. Представители льготных категорий оплачивают всего половину стоимости и без того недорогих услуг. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.